Как меняется The Elder Scrolls Skyrim на протяжении вашего прохождения? Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт! Начинаем! Друзья, подписывайтесь в мою группу ВК, там чаще всего и бывает можно предложить вашу новость. Ссылочка внизу. Ну что, друзья, это Skyrim Special Edition, ну он практически ничем не отличается от легендарного издания, но! Но сегодня необычный выпуск, мне парень написал в комментариях, вот сделал выпуск по поводу изменения мира, такого как бы нет нигде, я такой думаю, черт, действительно, такого нигде нет. И я заметил, в мире Skyrim происходят кое-какие изменения, которые происходят, ну постепенно, вы выполняете какие-то квесты или просто со временем, и мир меняется, господи, как это классно! Я, правда, не везде все помню, но, может быть, вы знаете еще какие-то моменты, напишите обязательно в комментариях. Ну вот, смотрите, Riverwood, начальная стадия, и здесь справа у нас дровишки, просто сложные дровишки, ничего такого примечательного. Но, друзья, если мы зайдем в версию, где я уже нормально, там, 109 уровня, то смотрите, здесь уже костерчик! Знаете, ничего такого примечательного, ничего такого важного, но, черт, мир изменился! Представьте, как глобально круто будет, если в The Elder Scrolls 6 все будет постоянно меняться, но он в движке будет изменяться, каждый месяц будут происходить какие-то глобальные изменения, они такие вот маленькие, но даже на такие маленькие изменения я как-то раньше не обращал внимания, и только сейчас, черт, черт, меняется! Мир, Скайрим, меняется! Или вот, друзья, смотрите, данная локация, вот, дорога, и напротив, напротив фермы Лорея мы находимся. Друзья, если вы прошли Тёмное Братство, и сюда придете, здесь ничего, ничего не будет происходить, но, если вы сюда придете до Тёмного Братства, то, то здесь уже будет кто? Ребята, здесь будет Цицерон, да, с собственной персоной. Привет! Ай, горе злосчастья! Застрял! Застрял тут! Мать, бедная моя мамочка, не шевелится! Почило, но слишком глубоко! Я, между прочим, о нем узнал очень, очень, очень поздно, но почему-то раньше сюда никогда не приходил. Обязательно пройду Тёмного Братства, потом начинаю гулять, и ничего не нахожу. Понимаете, но до Тёмного Братства как раз-то Цицерон и везет! Везет свою мать, и у него ломается тут колесо, и у него есть маленький квест, друзья! Черт, это так круто! Так круто! Друзья, зал дозорных полностью разрушен! Полностью! Как говорится, тут напали на них вампиры, и все-все-все-все-все, ну, может быть, кто-то и остался в живых, но все тут убитые. Но, если вы сюда придете до 10 уровня, полностью целый! Полностью целый, друзья! И, между прочим, вы сюда обязательно должны прийти до 10 уровня! Почему? Да потому что, смотрите! Во-первых, тут есть Сердце Даэдра! Забрать его очень легко! Смотрите, просто берете его, относите в какую-то комнатку, вот сюда, и забираете! Все! Нифига себе! Просто на первом уровне Сердце Даэдра! Напишите, где еще можно забрать просто на первом уровне Сердце Даэдра! Я знаю, вы знаете в комментариях! Также, ребят, также тут есть подвал, в который можно спуститься! Мне еще за него писали ребята в комментариях давно-давно! Тут много разных ингредиентов, кое-какие зелья, ну, много всего! Конечно, это все, как говорится, вы воруете! Но, понимаете, если вы всех тут уничтожите, вы сможете также взять много оружия, они все равно погибнут! Все равно, понимаете? Улавливайте! Едем дальше! Локация Грот Утопленника! Я тут недавно был, друзья, я вам показывал, я думаю, вы уже поняли, что сейчас я вам буду показывать! Смотрите, если вы сюда придете до квеста с кольцом Херсина, обязательно до квеста, то здесь будет огромный сундук, ну, по-моему, он тоже будет там, но также вы возьмете уникальный-уникальный меч-клинок Балара! Да, на заднем фоне мой сынок Ванюша, невероятно мощный и для первоуровних персонажей просто незаменим! Но, друзья, если вы начнете, начнете квест с Херсином, с Оборотнем, здесь, друзья, смотрите, уже будет все по-другому! Ну, как все? Практически все! Тоже сундук остался, но... Нет, нет Талоса! Нет этой огромной стойки! И не помню, что там, гробница! И нет нашего меча! Просто его нет! Недавно в комментариях написал Михаил Саар, что, оказывается, нам нужно уничтожить Вервольфа, и только потом, дней через 10, эта локация восстановится! Я, честно говоря, этого не знал! Я думал, что если ты выполняешь квест с Херсином, то все! Все-все, ты уже больше никогда не увидишь статую Талоса, никогда не сможешь забрать то уникальное оружие, и все это навсегда пропадает! Это оказывается? Нет! Оказывается, это все возобновляется! Здорово! 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 ...верцев, которые знают, что случилось в Келкене! Это камни-хранители! 3 из 13 древних стоящих камней, что есть в Скайриме! Господи! И вперед! Где они, друзья? Где эти камни? Друзья, у меня завалялась старенькая-старенькая-старенькая версия Скайрима! Я вам сейчас хочу показать! Это была, Господи, такая ностальгия, как в первый раз, когда я ее проходил! Это версия игры 1.1.2.1.0! Вы представляете? В своем первом прохождении у меня была такая же реакция... Камни? Где они? Где эти камни? Где они, друзья? Да, это минимальная графика The Elder Scrolls, и самая-самая-самая-самая-самая... Практически первая версия! Господи! Помните этот стандартный бах, когда вы плаваете, и вот так вот чуть-чуть раз... Ага, можно посмотреть, что там внизу! Зато классно было просматривать, что на дне! Очень классно! Очень-очень! Еще смотрите, по поводу карты... Вот! Здесь у нас остров! Он реально добавляется! Разработчики его добавили! Я думал, он изначально тут был! А нет! Понимаете, что The Elder Scrolls не просто прорабатывают, они еще карту дорабатывают и добавляют кое-какие рельефы! Вот тут сейчас не видно Солтсхемы, но сейчас, если я перезайду в нормальную версию, то... То в стандартной карте остров все-таки видно! Видно очень плохо, я не знаю, иногда бывало так, что этих облаков было очень мало, и остров было очень хорошо видно! Но, черт, сейчас я вам это не покажу! Ладненько, смотрим дальше изменения, которые происходят на протяжении прохождения вашего Скайрима! Если вы просто стандартно играете и не проходите темного братства, то здесь у нас вот просто селетют и... Вот такой вот красивый вид! Вот! Но потом, как только вы проходите темное братство, появляется прекрасная Катрия, которая остается тут до конца! Не знаю, по-моему, она не исчезает! Может быть, со временем? Не знаю! Если что, напишите в комментариях! Вайтран, друзья! Наш любимый Вайтран! Кто недавно смотрел мои выпуски, я думаю, поняли, о чем я! Или вот такое вот маленькое-маленькое деревцо у вас может быть! Ну, или большое! Большое! Оказывается, это дерево, и если вы проходите квест именно так вот, чтобы было маленькое дерево, то практически у всех, практически у всех есть глюк, где остается старое дерево, а молодое, как говорится, растет внутри! По этому квесту у меня в моем видео есть реально описание исправления этого бага, друзья! Так что зайдите, посмотрите! Вот! Также я понял, для чего нужны дома, которые вообще не используются! Они нужны для того, чтобы у вас прошла война и не были разрушены! К сожалению, они потом никак не возобновляются! Я не знаю, может быть со временем, но по-моему нет! По-моему, вот один дом, в который нельзя было зайти, а вот второй! Вот второй дом, в который нельзя было зайти, он тоже, тоже, друзья! Полностью разрушен! Вот! Вот зачем они нужны, блядь! И еще, друзья! Хотел вам рассказать по поводу квеста война! Если пройти... Мне ребята написали в комментариях, вот такой вопрос задали! А если пройти войну до главного квеста? Я, друзья, прошел квест война полностью весь до главного квеста! Потом начал проходить главный квест Почему нужно было так сделать? Потому что было странно, непонятно Вот в самом конце главного квеста Мы собираемся с генералом Тулием С Ульфриком Буревестником Вот там вот наверху У Седобородых, да? Но, друзья, если вы проходите войну с самого начала То потом вы просто там не собираетесь Будьте спокойны Я потратил очень много времени Очень много Я думал, там будут какие-то другие развязки Они придут, но на самом деле все логично Нам не с кем спорить Все, этот момент просто испаряется Так что знайте Все, друзья, на этом все Если вы знаете еще какие-то места в Скориме Которые со временем меняются Я вас прошу, напишите Напишите в комментариях, друзья Все, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал И комментируйте, друзья Да, да Я планирую свое глобальное прохождение С своим новым-новым персонажем Но нужно подождать, друзья Нужно подождать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!